всем доброго дня с вами аркадий мы в россии сегодняшнее видео будет про еду поскольку я здесь нахожу в гостях я вам хочу показать продукты которые я всегда стараюсь покупать когда приезжаю в россию на мой взгляд они в россии лучше чем в канаде либо они другие другого качества другого вкуса и ребят я оставлю ссылочку в описании к этому ролику нас уже с вами было видео про скажем так странные продукты в канаде проект продукты в канаде которых в россии нет сегодня будет обратная информация продукты в россии которые в канаде либо хуже либо нет либо они непривычные назовем это видео 5 продуктов на самом деле вам покажу вниз нет не столько 5 продуктов сколько 5 на разных категорий продуктов которые по тем или иным причинам в канаде не прижились либо не доехали до туда для кого-то кстати из вас будут идеи для бизнеса возможно и ребят кто меня смотрит из-за рубежа кто живет за рубежом напишите пожалуйста обязательно какие продукты по вашему мнению в россии лучше чем в канаде или в украине лучше чем германии смотря где вы живете а я знаю что очень многие ругаются на западные продукты у меня могут быть немножко другие ощущения потому что мы с вами сейчас петербурге и это город в котором я вырос по количеству на здесь довольно довольно много давайте вам расскажу наверное начиная с продукта по которым я реально скучал и прошло несколько дней прежде чем я смог его найти не знаю куда пропала и здесь тоже спаржа вот помните такой продукт я был 6 магазинах и спаржу эту не нашел только в седьмом нашел вот эти стручки я даже не я даже не пою что это растение гриб я я не могу вам точно сказать но в канаде я не делал не в сыром виде вот такую спаржу не в сушеном виде не в виде готового салата и в целом конечно корейская еда корейские салаты канаде очень сильно удивляются корейцы когда вот это им преподносит там например ту же морковку корейскую и говорят что это корейская еда поскольку это еда эти маринады корейские они в россии все-таки адаптированные и скорее всего они были привезены или придуманы здесь корейцами которые приехали работать в советский союз но по крайней мере так не эту историю рассказывали да и они не смогли здесь найти для них подходящие продукты и вот таким образом появились просто маринады со специями следующее это зеленый горошек марки глобус изначально я не знаю завозили их и откуда-то из восточной европы наверно в советский союз сейчас производят его в россии в канаде возможно я видел глобус продукцию в каких-то польских магазинах но в целом в обычном супермаркете такой горошек глобус его не купишь так теперь у нас целая категория продуктов это икра рыбные продукты во первых большой выбор копченой рыбы в россии опять же в канаде надо знать места здесь зубатка вот по крайней мере такого я вообще в канаде не видел ну и конечно икра красная икра лососевая вот примерно такая баночка большая в если говорить про всю канаду то конечно же икра там продается ее можно найти и она хорошего качества более того икра без консервантов она замороженная но опять же нужно либо через кого-то заказывать либо это несколько магазинов в городе или даже один магазин в россии конечно огромный выбор и и по ценам не намного дешевле дешевле где-то процентов на 15 только икра но и плюс большой выбор еще разной икры там например типа икры мойвы до большой выбор селедок в разных маринадах то есть конечно же в канаде тоже это есть но в основном креветки лобстеры кальмары да то есть из морепродуктов если говорить не про рыбу а икра почему-то популярна ну наверно только икра летучей рыбы которую вы в суше видите но как говорится лучшая рыба это колбаса и у нас с вами такая докторская колбаса палка гост говоря про колбасу конечно же в канаде огромный выбор особенно очень много вичин нарезок много из говядины из индейки из курицы есть также вот такого рода вареная колбаса она называется баллонья и баллонья бывает либо куриная чикен баллонья либо свиная вот но вот такая докторская чтобы вот прямо мне не жалко и давайте вот так вот что она у нас пойдет в салат потом вот смотрите какого она цвета сочная знакомый с детства вкус бумаги но конечно же сейчас за качеством следят лучше чем когда это было там не на 30 лет назад но он в целом вот такая докторская колбаса да сам по себе продукт непопулярный даже если говорить про колбасу баллоне то это скорее менее популярна чем мясные нарезки которые ну можно сказать из натуральных продуктов до которые без большого количества добавок всего вот этого на в канадских колбасах довольно много соли то есть они такие насыщенные по вкусу и очень много копченых разных снова у нас целая категория продуктов это творожные продукты да вот во первых разные кексы но здесь сочни с творогом это очень вкусно я просто обожаю эти сочни в канаде возможно это делают в каких-то украинских пекарнях не знаю ну и разного рода творожки потому что если говорить про то что вы покупаете в канаде есть по сути творог рассыпчатый да то есть один вид его основных два производителя делают и есть творог соленый такой который прямо вот эти зерна они плавают кстати напишите в комментариях про какие продукты вы хотели бы чтобы я сделал обзор я оставлю также ссылочку на плейлист у нас есть много видео из ресторанов и то как мы дома готовим из канадских продуктов и так далее то все оставляем в описании к этому ролику а вы не забывайте писать комментарии но в россии огромный выбор творожных продуктов вот как я говорил выпечка разные товарожки с наполнителями вот здесь меня видите вообще такая классика советский производитель карат продолжает тему молочных продуктов этот продукт один из моих самых любимых это плавленый сыр виола который я помню еще с детства продукции это валио это насколько я знаю компания финская но сейчас все это производится в россии и опять же но я не знаю у всех ли был в детстве доступ к таким вкусным сырам но виола именно вот этого сыра в канаде нет есть очень много сыров типа cream cheese да то есть типа филадельфия но из вот таких плавленых насколько я знаю есть только два вида один это смеющийся корова которую такими треугольничками маленькими а второй это я даже не на каком правильно типа называется молочный продукт и он арабский да то есть там фон на арабском арабском языке написано что-то но он очень вкусного стеклянные банки продается он похож нас на наш плавленый сыр но все равно такой вкус виолы конечно его не повторить еще по молочному и снова иностранщина масло президент да то есть которые очень-очень вкусная в канаде всего наверное не знаю может быть три производителя масла да и в россии вы придете в супермаркет вы увидите 33 производителя масла но вот конечно президент раньше был привозной говорят что немножко другого качества но однако же все равно это популярность сейчас здесь хоть и производится в россии как видите не все продукты чисто российские да какие-то уже привозные но вот такая сметана домик в деревне казалось бы очень на вид российский бренд его производят на разных заводах например производят на заводе пепсику да кому именно принадлежит бренд я не знаю честно говоря даже не разбирался но если вам будет интересно погуглите в чем особенность этой сметаны в канаде есть сметана но как правило три вида 0 процентов 5 процентов и 14 процентов вот здесь сметана 20 процентов это типа в россии считается еще и не очень жирная сметана но конечно по качеству в канаде хорошая сметана нужно просто знать производители покупать ну как попробовать разные покупать то что вам нравится если вы берете продукцию либерте да то есть это к виберский производитель я кстати был удивлен я в европе сейчас увидел либерте продается довольно популярен и есть производитель western тоже довольно классная сметана но как играл 5 или 14 процентов либо 0 процентов но там прямо чувствуется что она не очень натуральная конечно в канаде огромное количество колбас тоже разных паштетов но вот именно это ливерная колбаса страшного такого цвета но очень-очень вкусная это то чего мне всегда хочется когда я приезжаю и ну ее вкус наверное не повторим да то есть вот может быть не обязательно этой компании никого не рекламирую но ливерная колбаса в россии по вкусу отличается так ну давайте перейдем плавно к напиткам мы с вами разобрали уже по еде вот давайте с не спиртного это чайный гриб естественно он есть у людей то есть люди передают его тоже друг другу но он не насколько популярен то есть среди наверно моих друзей никто чайный гриб не выращивает но я знаю что пишут на фейсбуке там кто отдаст чайный гриб или кому отдать чайный гриб дальше крепкое спиртное коньяки армянский коньяк ну как бы армянского коньяка его не существует в западном мире насколько я знаю может быть в сша если кто-то живет расскажите если у вас вот такое понятие как армянский коньяк я думаю что в канаде могут быть проблемы с именно правами на название поскольку его можно назвать там коньячный напиток можно назвать бренди но не коньяк армянский коньяк вы не купите дальше по шампанскому ситуация точно такая же да то есть здесь это называется шампанское российское шампанское но никакого российского шампанского в западных странах нет опять же если кто-то живет в европе или где-то расскажите если у вас есть но в канаде продажа спиртного очень сильно регулируется и купить вы сможете шампанское только французское либо это будет гристое вино вот но по вину я просто хотел вам на самом деле показать вот здесь у меня грузинские вина вот ребят вы будете удивлены но грузинское вино в канаде как раз таки купить можно к сожалению только один производитель только два вида но здесь так как бы может быть больше не надо да то есть на самом деле выбор спиртного в канаде очень хороший из того что я увидел сегодня в магазине цены на спиртное сейчас в россии не ниже конечно если не брать водку и пиво да то есть водка и пиво дешево все что приличное более-менее вкусно и немножко завышенной я даже сказал цены ну вот примерно такой у нас набор получился продуктов да то есть здесь не пять продуктов но если мы разобьем там по категориям то примерно 5-7 наименований которые на мой взгляд но особенно вот это конечно это в россии вкуснее чем в канаде потому что в канаде этого просто нет и разные продукты вот например из творога ну мне это здесь очень нравится ничего нельзя сказать все остальное в принципе при желании вы найдете какую-то замену да то есть как вот я рассказывал про колбасу баллоню творог он просто другой вместо сыра виола там тоже но как бы неплохие варианты но они не такие вкусные как здесь вот ребят напишите пожалуйста в комментариях как вы согласны ли со своим с моим списком продуктов я на самом деле обычно всегда про канадские продукты говорю хорошие основное по продуктам что мне нравится в канаде это конечно же выбор свежих овощей свежего мяса на мясо например свинина курица довольно дешевая но по говядине по стейкам посмотрите в плейлисте у меня есть отдельные видео по бургерам ну конечно выбор в канаде гораздо лучше то есть то что я вижу в магазине здесь даже по цвету страшно смотреть огромное количество мороженого перемороженного мяса но видно да что здесь как бы немножко не тот уровень и выбор овощей до в канаде много зелени много салатов почему-то в российских магазинах они уже такие подвявшие даже если они в тот же день доставлены возможно немножко другие технологии возможно там что-то добавляют кто его знает кто знает расскажите напишите почему например те же мясо и овощи в канаде на мой взгляд выше качеством и по вкусовым качествам и по внешнему виду вот а мой набор продуктов которые я считаю что в россии лучше он примерно такой но вы спросите где гречка где пельмени да все это в канаде есть это нет большой проблемы купить пельмени огромное количество видов китайские пельмени могут быть даже где-то лучше и и там вкусы интереснее гречка тоже продается и в магазинах органик еды но она как правило не обжаренная для тех кто увлекается здоровым питанием если вы хотите обжаренную в польских русских магазинах огромное количество и она недорогая про русский точнее говоря украинский магазин в нашем городе тоже видео есть тоже оставляю ссылочку в описании к этому ролику ролику спасибо всем кто посмотрел не забывайте ставить лайки чтобы поддержать подписывайтесь на канал если вы здесь впервые всего вам доброго пока